девочки привет всем кто будет присоединяться подожду точнее кто будет смотреть записи вы уже не видите пока никто не подключилась потому что не не объявлял оль привет просили меня выходить делать его очерки поболтать сегодня хотела поговорить на тему самоценности и ценообразования вообще не собиралась в эфир написала мне тетенька более тебе получается рассказываю пока не присоединился написала мне женщина судя по тому что у нее стаж шитья 35 лет наверное они уже там за 50 наш привет и обращается ко мне за за помощью как специалисту столь как коллеги сколько сколько же взять за платье я так понимаю что шьет на впервые вообще что-то подобную кутюру и понятия не имеет то есть ценообразование но из всего из текста я поняла такую вещь что она прикована к заказчику в плане того что заказчик диктует что делать и она повязана по рукам вышивает из каких-то пайеток платья платье полностью расшивая то есть делать не из кружева взялась полностью расшивать и из бисера и пайеток целиком платье в рост вы понимаете да что это такое когда работы очень если этого если говорить про кружево то это два метра кружева себе представляете два метра кружева расширить то есть полностью целиком на сетке это расширь я понимаю что это вот совершенно непосильная работа она вышла 33 линеечки 3 линеечки такие говорит что на одну линеечку уходит то ли 7 часов 3 3 часа но в общем не суть что но вообще не непомерный труд с тем что клиентка заплатит говорит что 35 лет лет работала потом был инсульт и пять лет восстанавливать сейчас видимо хочет как-то вернуться в шитье осталась всего одна клиентка это это маленькая девочка и вот новый клиент видимо пришел и запросил ну что подобие свадебного платья итог то этого всего что она взяла непомерный на себя груз что играть я это первое мое и последнее платье по итогу я с ним делать когда в диалог вступила я говорю вот в этом и суть том что когда мы ставим цену не соответствующую нашему трубу мы просто-напросто выгораем вот представьте взять полностью длинное платье до расшить и я это не знаю сколько сижу она говорит надеюсь за два месяца успею мне кажется ты за полгода формально нет не успеешь сделать этом атласная юбка не суть я говорю здесь реальнее было бы сделать из кружева у нас прям есть четко такое же кружево формально это бы заняло но неделю 10 дней этот пошив и все и спокойно бы она от этого отбрехалась заказа как говорится потому что какой-то он сильно неподъемный нет у меня условия заказчика именно вот с этих поедок такое ощущение знаете она их еще отпарывает от какой-то ткани то есть скорее всего заказчица какую-то старую вещь принесла где есть пайетки на отпар от эти пайетки и заново расшивает получается и сколько горит работа это стоит а я и говорю такая работа формально стоит миллион под ипотеку и это и это верно почему я и так много не расшивая не советую если идет ручная вышивка то она где-то идет ну поверху поверху но так либо это не будет соответственно платье в целом не все равно не будет выглядеть на миллион и никто вам эти деньги не заплатит то есть здесь нужно соизмерять но главная ошибка в том что мы идем на поводу у нашего клиента что делать не нужно когда они чувствуют что ты что ты за за три копейки готов потрачить они будут все больше и больше на шею сидится что здесь нужно делать формально да вот в такой ситуации попал человек я думаю что есть и у нас клубе такие люди кто у кого еще нет заказов они еще толком и не мастера или там допустим может что-то умеют шить по типу юбки рубашки но с путерными платьями еще на вы и боятся продавать боятся с говорить стоимость здесь выход 1 ну то есть поднимать свое мастерство показывает людям то что ты делаешь и уже только потом будут приходить заказы то есть я говорю про то что можно принять тот факт что какие-то первые изделия могут пойти в ваш шкаф чисто для того чтобы показать во первых что вы умеете и и чтобы наработать руку конечно если вы пришли учиться сширя на платье вы его раза можете и не продать но и и и причиной будет не потому что вы плохо сшили а как минимум потому что у вас нет страницы которую вы не развиваете к ваш клиент и какие-то там приходят либо с ателье как где вы работали либо от каких-то соседей то есть не не вообще в целом не налажен канал но в каждом из пунктов у вас опускаются руки где я не найду клиента вот я пойду на марафон ой а это же в шкаф а кому оно нужно а еще любимые наши родственники тоже порой не всегда добрые говорят ты кому-то это шьешь кому этот кто это сейчас будет носить сейчас вот на базар все пойдут это магазин и купят очень много но очень много но и здесь выстоять вот реальному может только тот кто первое это любить сильно любит хочет жить не для того чтобы заработать а для того чтобы как хобби лучше всего заходить вообще сюда это это как в хобби только только растворившись вот в этом деле деньги начинают притекать то есть когда ты шьешь вот вот свыкся с той тем вот свыкся с тем фактом что я шью для себя для дочки для племянницы для себя в конце концов себя начните обшивать так чтобы там выйти в ресторан на новогоднюю вечеринку куда-то что-то где-то как-то но я не поверю что нет нет у вас ближайших знакомых кого обшивать на ком тренироваться и как только у вас появится уже опыт когда вы это начнете выставлять начнут идти первые клиенты если говорить про меня то я уже нужно нужно много раз рассказывал что я задалась целью шить коллекцию сшила первых по 5 платьев я их отфотографировала и 1 пока и первые заказы пошли именно с этих пяти платьев дальше дальше уже каждый месяц у меня были заказ в пятнадцатом году мои платья стоили 30-40 тысяч затратами около 6 8 тысяч на ткани не этого хватало и я у меня тоже был этот синдром самозванца и тому подобное потому что приехала с это вот эти вот привычки до каких-то бедных людей которые еще от родителей от бабушек дедушек нам достаются я думаю что это не только у меня такая проблема есть и и ошибка это с ценообразованием это путь в никуда и для тебя и для клиента то же самое я бы хотела даже про кутюру по-русски заикнуться в этом году у нас изменилась цена образования кто уже смотрел тот видел что есть несколько тарифов от 50 до 200 вип тариф в рассрочку стоит 200 за полную стоимость 150 почему такие стоимости плюшки там понятно свои есть но в чем суть чем суть вот этого всего я проходила тоже тренинг когда происходит выгорание если ты за услугу ставишь условно 20 а когда ты высчитываешь реальную стоимость этого всего там получается допустим 120 а клиенту ты продаешь за 20 что что с тобой происходит у тебя твой организм это отвергает он не хочет работать за эту стоимость потому что он понимает что он вкладывает в это свои энергии гораздо больше чем получает от этого вот я как фотограф да допустим я понимаю что я не хочу за эти три копейки делать хорошо я буду делать из либо из-под палки либо в пол силы соответственно клиент не будет доволен с кутюр по-русски то же самое понимая что я вот из этих привычек да делаем максимально и дешево чтобы человек ну вот прям вот прям вот с самой нижней границы ущемляя тем самым себя то есть тем самым мое тело начинает сопротивляться чтобы я вкладывалась полностью на сто процентов я работаю в пол руки а как сейчас как идет да у меня вип тариф я веду кураторство в вип тарифе вы знаете у меня как бы настроение совершенно другое пока к подходу к общению я с радостью пишу с радостью общаюсь с каждым это большая переписка то есть здесь уже отдача совершенно другая и человек все равно достигнет результата до выше чем захочет я его не брошу там на полпути потому что ну как бы вся сумма там не хватает грубо говоря даже на аренду зала но образно да то есть да там майку кусочка моей энергии даже не было сейчас она есть я готова работать и вот эту схему нужно перекладывать на на везде и каждого шьете платье если она стоит по работе 80 а люди не готовы покупать за 30 в чем проблема то есть что куда что нужно сделать чтобы брали за 80 не за 30 я же тоже была тоже в этой ситуации когда брали за 30 в моем городе там алтайском край за больше чем за 20 никто не брали могли еще обматерить за то что ты целую зарплату работяги просишь за какое-то непонятное оплате здесь суть подниматься как именно мастер пока тебя не за уважают тебе не будут готовы платить какому ты городе небо в маленьком среднем большом в мега большом уверенность эту считывают то есть твою энергетику все это считывает как только не видят нужду в деньгах ваших глазах все садятся наши у меня было такое первое время я себя очень гадко чувствовала когда мне выбирали кружево которое я понимаю что не подходит я хочу вот это из разряда я хочу хотишь иди к другому хотишь иди на базар здесь ты пришла и хочешь ко мне попасть ты будешь играть по моим правилам то есть вам нужно уйти с позиции жертв позицию хозяина положения так скажем чтобы к вам хотели попасть не вы каким вы это способом быть я не знаю нарабатывайте либо мастерство либо вкладываете всю душу в то чтобы показать прям свой максимум чтобы чтобы ваша самоценность поднялась до после показа в кутюр по-русски я вот вчера отзывы ваши читала что вот эта ценность она как раз поднимается людей и чувствуют люди идут к вам люди хотят появляются заказы чек растет и все по накатам когда клиентов становится больше вы не поспеваете их все обшивать соответственно вы поднимаете цену но но здесь нужно пойти вот в свой страх и свой страх в какой-то внеизведанное может кто-то хочет что-то сказать недополнен принципе можете включить спросить меня что-то или какой-то свое свою историю может рассказать девочки так сколько вас вижу даже сколько вас присоединились девочки привет кому-то откликается может быть поль тараканова ты мне как раз поэтому вчера писала что после показа ты стала чувствовать уверенность даже добрый день слышно меня да 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 привет меня до произошла вот такая ситуация 10 лет работаю ну вот в этой специфики свои в больных танцах да уже все девчонки наверно знаю что танцором шью я 10 лет работаю дома и только приехав с показа я поняла ну еще спустя какое-то время вот у меня проходило осмысление я поняла что я уже давным-давно из домашней работы выросла я очень хочу разделить дом и работу и сделать свою конкретно мастерскую куда у меня будут приходить довольные люди и я решилась на это только вот да благодаря тому что я съездила я поняла что я могу мне было очень страшно очень страшно перешагнуть себя и пойти вот так вот в свое плавание в какое-то в свободное все равно когда ты дома ты чувствуешь что ты под какой-то крышечкой там да ты как-то защищен потому что ты дома отдельное помещение то есть отдельное помещение тоже другая ответственность естественно был вот этот страх сейчас нет я тоже сначала помещение нашла когда сначала у меня возник этот страх но буквально мимолетно а вдруг я не смогу аренду платить но потом буквально через пару минут он у меня прошел и я подумал если я не попробую сейчас то я не попробую потом никогда получится отлично не получится, значит, ну, буду искать какие-то пути другие. Нужно искать, знаете, как, когда страшно. А что случится самого страшного, если у меня не будет заказ? Ну, просто сверну да уйду домой, да? Вот нужно как-то себе так подвадривать, что ли. Всегда есть пути отхода. Ничего грандиозно страшного не произойдет, если вы провалитесь. Это будет только опыт какой-то. Ну, да, согласна. Я вот сегодня, кстати, чат читала девочек, что страшно, ну, пишут, что страшно отказаться, да, от клиента, что вдруг там, ну, есть какой-то страх, что новый не придет. Девчонки, не бойтесь. Не выматывайте себя вот этими клиентами занудными, которые на каждый миллиметр докапываются. Они высасывают энергию. Они высасывают энергию капитально. Потом делать вообще ничего не хочется. Они настолько руки отбивают. Аж слезы идут. Мне так вот жалко. что человек в такую ситуацию попал. Она шьет, она понимает, что это... Она высосится, а она только начала. Уже понимает, что это последнее ее платье, только потому, что она сама себя в яму в эту загнала. Да, абсолютно верно. Мы можем в любой момент выбраться из этой ситуации. В любой момент начать думать другими мыслями. не что... Ой, сколько я, я не успею. А какими-то позитивными. Что я хочу вот это. И вот стремиться. Что я должен сделать для того, чтобы у меня было вот это, вот это. Какие шаги я должен сделать для того, чтобы у меня было вот это, вот это, вот это. И хотя бы вот по чайной ложечке, по чуть-чуть двигаться, двигаться. И я с такого низа как бы поднималась. Мне никто денег не давал. Я на какие-то детские, говорю, первые свои платья, бисерок покупала, там ткань за 250 рублей. То есть мне это вообще все понятно, как выкарабкиваться. И самый большой совет, это именно желать. Именно сильно желать. Если ты к этому относишься так, муж, ладно, накормит, то никогда не прорвешься. Здесь вот надо одна, наверное, оттолкнуться. Абсолютно верно. А то, что есть вот эти клиенты, которые высасывают энергетику, потом это заканчивается реально просто тем, что вообще никогда этого не захочется делать. И вот эти вот свои навыки, свои вот эти вот любимые дела, вот эти бисеринки, бусинки, какие-то там платьишки красивые, и потом на них смотреть не хочется после таких клиентов. Я честно скажу, мне первое время тоже страшно было отказываться. У меня был вот этот страх, что вдруг у меня не будет работы. Но у меня этот страх возникал по той причине, что я одна и у меня двое детей. У меня нет плеча, на которое я могу облокотиться. А с другой стороны, вот эта ситуация, наоборот, меня помогала и подгоняла, что если у меня не будет этого клиента, значит, я найду себе другого, мне это просто необходимо. И когда ты убираешь одного негативного, тебе в ответ приходит еще два-три позитивных. Ну да, там может быть пройти какой-то промежуток, может быть, что-то нужно было, какой-то будет период подождать. И сейчас вот, да, как вы сказали, Женя, у меня есть сейчас условия, на которых люди ко мне могут попасть. Я не беру всех подряд. У меня есть определенные условия. Я не беру всех подряд. Если я понимаю, что я не хочу человеку шить, я говорю, что у меня нет записи. Я не говорю, что я вам не хочу шить. Я просто говорю, у меня нет записи. Здесь через визуал, в принципе, вот это позиционирование можно давать. Можно прям прописывать ценники. Ну, то есть, можно свой контент пропитать тем, что вы себя цените и вы себя больше любите. Ну, как-то вот это нужно умудриться вложить в тексты и в видео, и в фото, и в видео, да. Какую-то уверенность в физио своей, да. Я сейчас как раз села девчонкам фотографии делать и вот ответила на такое сообщение. Вы знаете, что я редко в ВК отвечаю, но тут был такой какой-то призыв о помощи и я решила вступить в диалог, да. Вот девчонкам делаю фотографии, стараюсь максимум их сделать и подровнять, и подрумянить, да, и фигурку подточить от визуала. И вот когда фотографировала, я пытаюсь достичь от девочки, чтобы максимально расслабилась и показала какую-то свою истинное я. Здесь фотограф очень имеет тоже значение. Нужно не зажиматься, не переигрывать, ну, то есть максимально естественную себя показывать, вообще себя, свою изюминку, как-то вытащить себя наружу, чтобы к тебе потянулись люди. То есть вот этого нужно достичь. И понятно, что без, в принципе, ведения соцсетей, да, без показывания какой-то своей жизни, если там нет совсем платьев, показывать, ну, то есть как-то свои увлечения, книги, занятия спортом, я не знаю, чем, но вы должны откликающиеся на вас аудиторию как-то привлечь, да. Ну, с чего-то нужно начать. Понятно, что первые шаги не самые сложные, но нужно с чего-то начать. Оль, ну, у тебя же изменился аккаунт. Расскажи, как у тебя. Честно, пока не сильно изменился у меня аккаунт, потому что, опять же, это вот моя проблема, что я шью дома. У меня квартира небольшая, у меня зал весь завален тряпками этими танцорскими, еще и кутюрными, у меня тут мешок на мешке, коробка на коробке. Мне сильно негде этот процесс даже снимать, то, что я делаю. Хотя процесс вот даже, ну, про кутюрные платья я уже молчу, там все интересно. И в бальных танцах там тоже все интересно. Там вот эти вот какие-то детальки, камешки, там все интересно. На аватарке у тебя же коллекция. В целом ты выложила свои платья с коллекции кутюр по-русски. Ну, да. В патнике, я так понимаю, дома ты не фотографируешь. Дома я вообще ничего не фотографирую. Почему? Мне негде, Жень, дома фотографировать. Вообще ни одного уголочка свободного нет. Тряпку повесь, шторину, которая не просвечивается. Я сейчас уже с большим удовольствием понимаю, что я переезжаю в помещение, там я могу каждый день делать видео, фото и всякую красоту. У тебя там будет теперь, где ты будешь видео снимать. Да, я там сделаю прям специальный уголочек, где я смогу все это делать. Поделись, еще как... Вот фото появились в твоей коллекции. Реакция, как быстро пошла и вообще пошла ли она? Твои старые клиенты к тебе начали идти или новые появились? Изменения вот эти вот именно после показа какие-то... В какой момент пошли? Не с твоим осознанием, какие-то были изменения? По вечерним платьям у меня заказов было немного. Я пока, если честно, побаиваюсь вечернее платье шить. Но шью на заказ, если спрашивают. Вот. А вообще, в принципе, по работе много появилось новых. Я в этом году еще даже, Женя, не представляете, я как сумасшедшая. У меня знакомая девочка, она танцует, и она же хозяйка частной школы, в этом году обратилась сшить им школьную форму за 12 дней в размере 100 единиц. Я раньше никогда бы на это не согласилась. И как ты на это согласилась? Женя, я сшила. Я сшила эти 100 единиц, и благодаря этому я сейчас иду снимать помещение и покупать туда все, что мне нужно. Молодец. Мне прям вот... Молодец. Ну, я просто... Как я всегда говорю, я просто закусилась, что мне надо, и пошла, да. Волю подключила. Да. Сила воли плюс характер. Два часа сна в сутки, и все нормально. Молодец. Сибирский характер подключила. Молодец. А 10 лет где-то он был? Не знаю, где он был. Где-то в пятой точке, видимо. Можно был прям вот какой-то такой по типу пенделя, да? Да. Какой-то вот всплеск. Ну, бывает. Щелчок происходит, что-то должно произойти, и показ, в принципе-то, один из таких щелчков может стать. Либо ты где-то... Показа я приехала, я поняла, что почему я себя недооцениваю, если я, ну, как бы, уверенная в себе мастер, что я это могу делать. Ну, некоторые вещи я просто не брала, потому что мне было страшно. После показа у меня все эти страхи отвалились вообще напрочь. И ты же понимаешь, в городе тебе подобных, скорее всего, даже нет. Ты это осознаешь, да? У нас в городе вообще нет мне подобных. Я единственная. В единственном экземпляре. Да, Женя, я это осознаю, и мне это очень приятно. Я тоже осознала это в Новосибирске, когда еще в Рубцовске, получается, жила в маленький город, 40 тысяч населения, или 30, или 140, не помню, в общем, уже даже резко у меня вывалилось. Я ездила по ближайшим своим городам клиенткам на примерки. И у меня была... Первая моя клиентка платье было за 120 тысяч. А комната у меня была маленькая. 12-15 квадратных метров. Мне не было стола, я шила на кровати. Ну, то есть вот это... А юбка была с огромным шлейфом, и если его расстелить, она полностью занимала 12 квадратных метров. То есть полностью все. Оно никуда не брать. И из-за этого я нарушила балансировку. У меня все поехало. И я еду такая в Новосибирск на примерку этого платья. Она меряет, все нравится, но у нее перекос внизу получается. Одна сторона ниже на 10 сантиметров, другая наоборот подскочила. У меня шла на балтийку, что делать? А они что-то там... Мамки, две мамки, ну, видимо, свекровка и мамка начали возмущаться. И я тут взбрыкнула, думаю. Да и не нужен мне ваш остаток. Берите платье, идите в ателье, и пусть вам там перешьют. А я поехала домой. Вот этот какой-то характер еще. Вот эти детские какие-то вот... Выскакивали раньше. И тут они сразу-таки опешили и говорят, а куда мы пойдем? А кто нам это возьмет? И вот после этого мне пришло осознание, а действительно, а после меня куда они понесут? Никто это не шьет, никто это не умеет даже вообще делать. Там было расшито, вырезано расшито 9 метров кружева. Это гигантская просто работа была. И они тут начали задпитки. Ой, вы очень хороший, Мася. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Начали ко мне обратно подлизывать. Я такая, ладно, у меня резко, вот как, знаете, вот какие-то прилетела команда Чип Эдейла в голову, и я резко поняла, что нужно сделать. У меня даже ножниц с собой не было, представляете? я решила, что я возьму вот такую широкую резинку, ее вот на слоение вот это сделаю, чтобы опустить вот этот край здесь, подрезать, подвернуть. В общем, короче, я съездила с резинкой и за нитками с иголкой. И за три часа все полностью исправила, утром спокойно отдала платье, забрала остаток денег и поехала. И этот день стал тем, что я поняла, что я уникальна. Вот в этот день я родилась для себя как охрененный мастер. До этого у меня был синдром самозванца капитального. Хотя это по счету где-то уже было 15-е платье в моей жизни. Так что вот так. Коль ты еще тут? Моя работа позволяет мне слушать, разговаривать и работать. Да, а про уникальность тоже. Ну вот у нас в Сибири же много мастеров, кто шьет, ну вот по моему направлению. А я очень много слышу отзывов, допустим, что по декору. Ну вот Оля самый лучший мастер. Если хотите что-то эксклюзивное, идите к ней. Мне безумно приятно это слышать. Декор – это в целом техника рисования кружева, которой не владеют другие мастера. Которые даже не доходят до того, что там какая-то есть схема, что есть какие-то такие вот моменты. Кстати, я эфир-то собиралась провести по навигации. Завтра, послезавтра я выйду сюда с докладом. Так что ждите, не пропускайте. Я, может, за часок напишу. Хочу ввести в курс всех новичков, как пользоваться группой, так и далее. А сегодня рада была поболтать. Я помню, что кто-то говорил, вы выходите, мы вот слушаем, шьем. Я буду стараться выходить с вами на связь, чтобы держать как-то общение. Оль, спасибо тоже за твой отзыв. Выговорилась. Буду... Я всегда рада поговорить. Буду продолжать работать дальше. И сейчас попробую все это дело сохранить. До свидания. И Жене, и девочкам. Всем до свидания. Давайте, девчонки, кто подсоединился. Спасибо. Все, пока-пока.